Билет на Лебединое озеро День начинался хмурым, прохладным утром. Уныло и беззвучно прощались листья с ветвями и падали на сырой, холодный асфальт. Лена Калинина стояла у окна и провожала глазами падающие листья. В преподавательской комнате было одиноко и прохладно. У тебя больше нет лекций, Лена. Ты можешь идти домой. Дело у меня есть. Вот целая пачка контрольных работ. Ты можешь их дома проверить. Там братишка Игорь. Очень шумная личность. Лучше здесь. А через два часа сквозь серую паутину туч пробилась первозданная глубизна, разлилась от одного края неба до другого, и золото берез вспыхнуло в солнечном освещении. Посмотри-ка в окно, товарищ преподаватель. Как здорово. Все, теперь грех сидеть в этой комнате. А плащ забыла? А, да. Портфель плащ, портфель. А что, если заглянуть? Почтовый закуток, нет ли чего? Тебе на институт уже давно никто не пишет. С тех пор, как ты перестала быть студенткой. Ну и пусть. Думаете, просто отвыкнуть, если пять лет заглядывала сюда ежедневно по два раза. Может, кто-то и напишет по старой памяти. Касаткин, Каспарову, Кирикадзе, Киселёвой, Кудинову, Кулагину, Калининой, Ку... Калининой. Ой, это же мне. Вот, видите, Калининой и Лене. Без обратного адреса. Московский штемпель. Интересно, кому это вдруг вздумалось? Прочти. Успею. Ой, здравствуй, Леночка. Здравствуйте, Клава Звастеньевна. Шо это ты сама себе улыбаешься? Да вот письмо получила, так странно. А от кого же? Не знаю, без обратного адреса. Так ты посмотри, может, жених какой. Замуж тебе пора, Леночка. Все одна да одна. Куда спешить, успеется. Да это верно. Такие красавицы, как ты, в детствах не засиживаются. Вы все шутите. Да ну уж какие шутки, Леночка. До свидания, Клава Звастеньевна. До свидания, до свидания, Леночка. Кому же вздумалось писать на институт? Скрыть? Нет. Вот зайду в магазин, куплю что-нибудь, сяду в троллейбус и тогда... Ты знаешь, письмо мог прислать Емельянов. Я тоже подумала о нем. Почему-то вспомнила нашу первую встречу. Это было на вечеринке у Нади Пуровой. А, Леночка. Здравствуй, Лена. Заходи. Лена, познакомься. Это Андрей Емельянов. Лена Калинина. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Между прочим, это Андрей Емельянов. Инженер какого-то важного энергоуправления. Кандидат наук, друг моего мужа. Говорят, что он колоссальный талант. Наденька, ну зачем вы так? Ну мне прям не ломит. Ну ладно скромничать. Талант значит талант. Леночка, разрешите шутку. Пожалуйста. Надя шутит. Я обычный инженер. Ну уж. Внимание! Внимание! Явление второе. Те же Елена Калинина. Андрюшка, ухаживай. Слушаюсь. Что происходит на свете, а просто зима? Просто зима, полагаете вы, полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порою дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Будет январь. Вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками в юге старинный букварь. Чем же все это кончится? Разрешить вас пригласить на вальс? С удовольствием. Да, я уверен. Я уже слышал слух. Андрей, а трудно защитить диссертацию? Диссертацию? Ну, при должной усидчивости кандидатскую может защитить любой выпускник вуза. Вы уже на последнем курсе. Да? Ну вот, через три года можете стать кандидатом. Что вы? Да-да. Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечный ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала Руку на танец, сударыня, вам не предложить. Так разрешите же в честь новогоднего бала Руку на танец, сударыня, вам не предложить. Молодец, молодец, молодец. Тебе понравился Емельянов? Он хорошо танцевал и был очень внимателен. Это было приятно. Потом были еще встречи? Да. Последнее на перроне Киевского вокзала. Когда мы с Надей Боровой и Игорем уезжали в отпуск. Вы чем-то огорчены, Андрей. Леночка, я думал, что мы этот отпуск проведем вместе. Где-нибудь на Байкале или в горах. Я думаю, что у нас еще будет такая возможность. Игорь давно меня тянет в Карпаты. Да, Леночка, может быть, я не вовремя. И, конечно, место неподходящее. Но, вы знаете, я хотел бы вам сказать, я хотел бы вам предложить... Пожалуйста, Андрей, не надо. Ни здесь и ни сейчас. Ладно? Ладно. Извините. Конечно, конечно. Ну, отдыхайте. Я вас жду. До свидания, Андрей! До свидания, Леночка! Я вас жду! И с тех пор вы больше не виделись? Нет. А ведь он интересный. И, кажется, человек хороший. Да. Нет, это не он написал. Емельянов знает мой домашний адрес и телефон. Ну-ка, посмотрим, кому это вздумалось. Ой, что это? Билет в большой театр на Лебединое озеро. Странно. Даже очень. Я давно собиралась побывать в Большом, но никому об этом не говорила. И к чему такая таинственность? Хотя бы несколько слов. Вот возьму и не пойду в театр. Чтобы в другой раз... Не пойдешь? Не пойдешь? Лучше, наверное, не ходить. Пришли новые английские журналы, надо сделать переводы. И зима уже на носу. А начатый для Игоря свитер так и лежит связанным до половин. Можно бы и купить. Зарплата у меня приличная, но... Все равно как-то всегда не хватает несколько рублей. Может, тебе в самом деле пора замуж. И сразу всем твоим проблемам конец. Никто вот не берет. Ну-ну-ну-ну, рассказывай. У тебя столько поклонников. Да, у меня много знакомых. И все хорошие люди, но... Не могу себя представить ничьей женой. Впрочем, однажды... Да-да? Это было в прошлом году, когда мы отдыхали в Карпатах. Мы с Игорем снимали маленькую комнатку в живописном домике на окраине города. Солнечные дни загорали на берегу реки, в прохладной ходили в горы. Надя Бурова жила почти рядом. Игорь, не уходи. Сейчас будет готов завтрак. Я к дяде Коле. Через 10 минут вернусь. Ты с нами пойдешь на Беркутовскалу? Нет. Почему? Мы с дядей Колей будем проводить грандиозный эксперимент. Тогда быстро за стол. Уже все-все продумали. Дядя Коля сделал чертежи. Все формулы считал. Все детали. Ты ешь, ешь. Молока выпей. А то какой же эксперимент на голодный желудок? Не узнаешь, какая линейка? Логарифмическая. А он на ней все задачки решает. Только раз-два и готов ответ. Да не спеши ты, допей молоко. Где экспериментировать-то будете? На ручье, где валуны. Ну я пошел. Печенье возьми с собой. Возьми трос, Игорь Иванович. Отойди подальше. Так. Крепко держишься за трос. Ну давай проверим. Так. Поближе подойди. Ничего не получается. Поставим металлическую раму. Дядь Коль, может деревянные коле оставим? Нам принцип важен. Мы же не на столе строим. Нам главное принцип проверить. Так? В том-то и дело, Игорек, что принцип. А вдруг заезд? Что виновата? Колье или трос? А если мы поставим металлическую раму, опыт будет проходить в условиях, приближенных к идеальному. Улавливаешь. А время? Время, конечно, потеряем, но всякий эксперимент, дорогой Игорь Иванович, требует терпения. Мы с тобой ведь не в бирюльки играем, а серьезную мысль проверяем. Так. Отойди подальше. Если все получится, наши техники будут иметь грандиозный агрегат. Ну, возьми плоскогубцы. Крепко держишь? Крепко. Давай, пробуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Лена, сестра моя. Ты за мной, что ли? Мы идем в горы, если ты хочешь. Иди без меня, ладно? Ладно. Желаю успеха вашему эксперименту. Спасибо. Вот так мы познакомились с дядей Колей. У него были широкие белые брови и большие восторженные, как у Игоря, глаза. Его лицо вспыхнуло, когда он увидел меня. Он выпрямился и спрятал за спину огромную консервную банку. Наверное, это выглядело смешно со стороны. Но мне было совсем не до смеха. Я почувствовала, что тоже залилась краской. Мне вдруг показалось, что в мире повисла оглушающая тишина. Надо было что-то говорить. Но что? Я не знала. Я ушла. Но бывает же так. С той минуты я уже не могла не думать об этом человеке. Игорь вернулся к вечеру усталый и голодный. Видел, Беркотов? Где? На этих скалах. Мы не дошли. Эх вы! Удачный закончился эксперимент? А как же! Крутит, как по заказу. Это же дядя Коля. У него все получается. Дядя Коля такой. Если задумал, обязательно получится. А кто он? Этот дядя Коля. Устал я что-то сегодня. Полежу. Где он работает? А он тоже про тебя спрашивал. Завтра все узнаешь. Я спать что-то хочу. На следующий день Игорь повел меня вдоль дороги в сторону аэродрома. Мы остановились у поворота неподалеку от шлагбаума, охраняемого солдатом. Игорь помахал ему рукой, как старому знакомому. Пришли, садись. Зачем мы сюда пришли и как все это понимать? Покажи-ка твои чесики. Если они не врут, через 10 минут все узнаешь. Игорь, к чему эта таинственность? Потерпи. Ты же любишь такие номера. Сама говорила. Обожаю таинственность. Слышишь? Ну, слышу. Смотри, на форсажном режиме взлетаем. А знаешь, кто летчик? Дядя Коля. Он старший лейтенант, у него первый класс. Смотри, сейчас он делает набор высоты. Вот он пикирует. А теперь горка. Полупетля. Все ребочек. Боевая разворота. И опять пики. Поняла? Это дядя Коля. Он, знаешь, все-все умеет делать. Они живут в одной комнате с дядей Сашей. А дядя Коля блины и жарил. Опять пикирует. Мы все втрою ели с повидлом. С повидлом. И не ври, пожалуйста. Летчики питаются в части. Так, кто ж выходной был? Смотри. Ух, здорово. Восходящие бочки. Красиво. Он сам выпилил из плеси глаза. Знаешь, какой самолетик? Точь в точь, как настоящий. Вот увидишь. А еще у нее есть коллекция всяких фигурок и зверюшек из деревянных коленев. Ух, как сейчас звернет вираж. Смотри. Да вижу уж, вижу. Он дяди Саши сам часы отремонтировал. И в кинопараде сменил пружину. Здесь Саша завидует, что дядя Коля первый разряд по парашютному спорту. И что он самый лучший пловец из всех летчиков. Ой, ну, ну, давай продолжай. Какими достоинствами еще обладает твой дядя Коля? А ты не смейся. Он летает как бог. А как летает бог? Откуда я знаю? Так дядя Саша говорит. А что это твой дядя Коля спрашивал про меня? Да так, всякое. А именно? Да так, ничего. Сама спросишь у него. Он придет к нам сегодня. Смотри, заходит на посадку. А чего же тебя все просто? Сама спросишь. А ты не бойся. Он хороший, разговорчивый, веселый. Уж действительно разговорчивый. Вот увидишь. Он пришел в тот же вечер. Как и в первый раз сказал здравствуйте и так же покраснел. И я вдруг усомнилась, тот ли это человек, которого я видела в небе. Когда самолет с серебристым светлячком ввинчивался в небесную просень, мне казалось, что за штурвалом этой полуфантастической машины сидит богатырь со скуластым лицом и с неисходительной улыбкой к простым смертным. Теперь дядя Коля скорее напоминал поплывшего студента, которому надо срочно бросать спасательный круг. Пожалуйста, садитесь. Спасибо. У нас тесновато, но вот этот стульчик очень удобный. Спасибо большое. Я приготовлю сейчас кофе. У нас, к сожалению, только растворимый, натуральный предложить не могу, нет кофемолки. Можно я вам мельницу подарю? У меня есть самодельная мельница. Она, правда, не изящная, но мелет хорошо. Давай я сбегаю. Она у тебя в тумбочке? Игорь. Нет, нет, я с удовольствием вам ее подарю, если вы не возражаете. Ну, я побежал. Ты про него спрашиваешь, а он про тебя, а мне отдувайся. Вот теперь сидите и спрашивайте друг друга сами. Ну, что ж, давайте спрашивать. Давайте. Значит, вас зовут Николаем, вы военный летчик. Живете где-то неподалеку от нас. Да, правильно. А меня зовут Леной. Я работаю в Институте иностранных языков. А я все про вас знаю. Мне Игорь все рассказывал. Понятно. Нет, 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 я не расспрашивал. Он интересно рассказывает о себе, а когда говорит о себе, то больше говорит о вас. Я только не знаю, где ваши родители. Игорь обходит как-то это. Да, об этом лучше не спрашивать. Они погибли в автомобильной катастрофе пять лет назад. Простите меня. Теперь вы все знаете. Чтобы быть на равных, вы должны рассказать о себе. Да, конечно. Только вы тоже почти все знаете. Мой отец тоже был летчиком. Он самолеты испытывал. Теперь на пенсии. Живут с мамой в Свердловске. Мама учительница. Старший брат строит элеваторы. Говорят, что он в этом деле знает толк. Вот и все. Знаете, я завидую вам. Чему? Вы столько лет прожили в Москве. Рядом с театрами, выставочными залами. А я провинциал, дитя аэродромов, как у нас говорят. Сперва отец летал, теперь я летаю. Сожалеете об избранной профессии? Нет. Я люблю летать. Без этого я свою жизнь не представляю. У меня интересная профессия. Творческая, а главное, полезная. Как говорится, каждый кулик. Нет, это действительно полезная профессия. Может, я чего-то не понимаю? Ну, вот вы всю свою жизнь, молодость, силу отдаете подготовке к войне. Ваше знание, опыт, все это может пригодиться только на войне. А если войны не будет, значит, весь ваш труд был напрасным. Значит, жизнь прожита зря. Какая же тут полезность? Ну, что вы. Если войны не будет, то, значит, я и все мы, военные, сделали все, что от нас зависит. Смотри, какая милица. Здесь Саша спрашивает, пойдете ли вы на концерт. Если пойдете, он купит билеты. И я с удовольствием. Скажи ему, что пойдем. Спасибо.